Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня, друзья, хочу вам предложить посмотреть на свою готовую работу. Если вам интересны такие видео, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. И сразу проговорим все нужные формальности. Не забудьте подписаться на канал, включить уведомления. И, конечно же, прошу вас поставить класс этому видео. Мне приятно, вам легко, всем хорошо. Давайте сразу поговорим, что же я вязала. Я вязала себе джемпер пола регланом сверху. Джемпер пола, вообще изделие с воротником пола, относится к базовой одежде. То есть, это уместно всегда, несмотря ни на какие тренды, антитренды и прочее. Потому что это все относится к базовой одежде. И, так как это базовая одежда, то совершенно не важно, из чего мы это вяжем. Мы можем связать такую совершенно зимнюю вещь. Также мы можем и связать на лето какую-то вот такую более облегченную, из легких вариантов пряжи. У меня это изделие связано из достаточно такой теплой пряжи, которая подойдет и на зиму, если не очень холодная зима. И сейчас я покажу вам, как это выглядит и что за пряжа у меня там использовалась. Вот, друзья, вот такая красота, блестящая, совершенно роскошная у меня получилась. И если вы захотите связать вот такой джемпер, то подписывайтесь на мой канал Телеграм. Там есть вся информация по совместному вязанию данного джемпера. Мы такой джемпер будем вязать в закрытой группе Телеграм со всеми желающими, кто захочет туда перейти. Всю информацию об условиях участия в совместном вязании можно посмотреть в моем канале Телеграм. Поэтому переходите и подписывайтесь. Мы стартуем уже 15 октября и после 15 октября стоимость участия уже увеличивается. Но сейчас вы еще можете успеть по самым выгодным предложениям. Так что переходите в канал Телеграм мой и подписывайтесь. Вот такая прелесть, друзья, в итоге у меня связалась. И я буду показывать все этапы вязания. У меня здесь классический реглан сверху и связаны все углубления горловин. У меня есть здесь выточки, у меня здесь есть красивый обработанный воротник. Здесь кетлевкой в карман и вывязанный воротник. Очень красиво. Здесь цельновязанная планочка. Как видите, планочка без застежки, потому что базовый джемпер пола, именно вот такой вот вязанный, он отлично смотрится без пуговиц. На мой взгляд, пуговицы утяжеляют данное изделие и придают несколько, ну такой вид более обезующий каким-то условиям. То есть вот такой джемпер, на мой взгляд, он вполне подходит даже для каких-то выходов в музеи, в какие-нибудь даже театры, возможно. Потому что блеск вот этот, он, конечно, ну как говорится, дает вот свое роскошество и свою красоту данному изделию. Здесь у меня использована пряжа двух видов, то есть это мериносовая нить и нить хлопок с пайетками. И та, и та пряжа у меня была куплена год назад в кемеровском магазине. Я уже несколько раз вам рассказывала и о магазине, и о том, что у меня есть такая пряжа, и я планирую вязать. И я хотела связать вот джемпер пола из Махера Кантекс, но меня все-таки отговорили, сказали, что, возможно, будет колкость. И я думаю, ну раз я изначально планировала вязать вот этот меринос и вот эту пайеточную нить вместе, то так и буду вязать. И в итоге вот такая прелесть у меня получилась. Единственное, что на воротнике я не стала добавлять нить с пайетками, потому что побоялась, как бы здесь не было какого-то такого царапающего ощущения. Но вы знаете, ничего на самом деле не царапает. Вот действительно, это пряжа с пайетками, это пряжа джелата. Я вам покажу, как это называется и состав данной пряжи. Вот она действительно очень мягкая. Она не утяжеляет, во-первых, полотно, как у меня бывало с пайетками на полиамиде. Не утяжеляет, нисколько не угрубляет, загрубляет полотно. То есть все очень пластичное остается, но при этом вот как-то все выглядит на градус, конечно, наряднее. И у меня на этой изделии ушло 585-584, весы там не могли определиться, грамма пряжи. То есть оно достаточно увесистое, но на фигуре как-то это все не ощущается. То есть кажется, что оно гораздо легче, а по пластичности так и вообще не скажешь, что оно настолько тяжелое. Но это для тех, кто захочет со мной повязать и просто чтобы представляли, сколько надо пряжи заготовить. И я не сторонник того, чтобы покупать какую-то новую пряжу под процесс, потому что у всех у нас в запасе очень много разной пряжи. А джемпер пола это такой вариант изделия, который можно вязать практически из любой пряжи. Поэтому не надо ничего покупать, специально будет для совместника. Но при этом вы сможете связать из своей пряжи, не ориентируясь на мою плотность, потому что все расчеты мы научимся делать. И вы сможете все рассчитать и вязать из своей пряжи по своей плотности и, соответственно, получить свое индивидуальное, ни на кого не похожее изделие. Вот это очень важно, мне кажется. То есть вязаные вещи, они, конечно, уникальны. И в этом их огромный плюс и огромное преимущество. И так как этот меринос кардный, то, вы знаете, он, конечно же, немножко разбух. Он не то чтобы распушился, нет у него вот таких вот прямо сильно пушистых свойств, но он разбух и стал толстенький, и он утопил в себе нить с пайетками, вот эту базовую нить, которая здесь идет. И поэтому есть ощущение, что пайетки как-то сами по себе в полотне находятся. Ну, то есть здесь было идеально подобрано сочетание цвета основной нити и нити с пайетками. И они вообще никак не выделяются, эти пайетки, на той нити, на которой они идут, на нити основы. Они вообще не видны. То есть ощущение, что это может быть у меня сама по себе такая пряжа. Ну и вот обратите внимание, все блестит, воротник не блестит, но как-то это не мешает и не бросается в глаза. Конечно же, я покажу вам, как это изделие выглядит на мне. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у меня достаточно свободный фасон. Я не скажу, что это оверсайзный, но такой полуприлегающий фасон. И немножко занижена линия реглана. То есть здесь высота проймы у меня достаточно такая глубокая, скажем так. Вот, ну все эти моменты я буду рассказывать в совместном вязании. Все будет в формате видео. И точно так же можно будет задавать мне вопросы. То есть группа предполагает общение и обратную связь. Что для многих, я думаю, хорошо, если вы, например, боитесь взяться за какое-то изделие самостоятельно. И совместное вязание будет длиться 2,5 месяца. То есть до Нового года. Но обратная связь, конечно, будет ограничена. И закончится обратная связь у нас в конце ноября. Но при этом все материалы вы сохраните себе навсегда. То есть всегда сможете к ним обратиться и связать похожую вещь. И у вас целый месяц, декабрь, будет на сохранение, переваривание информации, довязывание и все прочее. В общем, все подробные условия будут в канале моем Телеграм. Так что переходите, подписывайтесь и там все найдете. И почему здесь я связала цельновязанную планку? Мне очень нравится, когда в джемпере вот эта планочка идет и плавно переходит в воротник. То есть вот именно у нас вот такой распахнутый, раскрытый эффект создается. Немножко V-образного вот такого силуэта, который у нас не дает слишком большой открытости в интересных зонах. Но при этом вытягивает силуэт и может даже в какой-то степени стройнить и показывать всю красоту женской фигуры. Точно так же, если я не сказала, то повторю. У меня здесь выточка для груди, которую подробно разберем и свяжем. То есть я не вяжу свои изделия без выточек, потому что для меня это просто недопустимо. Ну и манжеты и все остальные обработки, естественно, можно будет вязать по своему усмотрению. Я не строгий человек, я не заставляю придерживаться строго того фасона, который я задаю. Но, конечно же, мне хочется, чтобы все получили красивые, носибельные и удобные конкретно для каждой из вас вещи. Вот так, друзья. Как видите, очень драпирующееся полотно. Оно даже не очень мнется. Высохло достаточно быстро у меня за сутки вот это изделие. И я смотрю, что для меня, вы знаете, это, наверное, будет вполне носибельный вариант. Потому что я всегда немножко стесняюсь пайеток. Я их очень люблю. Мне всегда хочется связать изделия с пайетками. Но потом всегда думаю об уместности. Но вот здесь они настолько красиво интегрировались в полотно, что любо-дорого посмотреть. При этом блеск этот вот сейчас просто очень удачно заметен на камеру. В жизни мы видим эти прозрачные пайетки. Пайетки прозрачные, они без какого-либо цвета. Но посмотрите, как хорошо играют на свету. Просто прекрасно. Вот так, друзья. Я надеюсь, что вам было интересно. Может быть, вы вдохновились. Если никогда не вязали джемпер пола, то приходите, свяжем вместе. Либо, если вы просто вдохновились, то желаю всем вам связать такое изделие. Изделие с таким воротником будет актуально еще много-много лет. И это, как я сказала, базовая база. Она не относится ни к каким трендам. Поэтому можно смело вязать. Мы здесь используем гладкую фактуру. Но фактура с каким-нибудь узором тоже будет смотреться хорошо. То есть можно украсить какими-либо узорами. Я бы не брала какие-то такие активные ораны в конкретно таком типе изделия. А вязала бы что-то вроде теневого узора. То есть полотно, чтобы было немного такое фактурное, но не слишком активное. Если вы понимаете, о чем я говорю. Потому что мне все-таки вообще по вкусу вещи более лаконичные. И поэтому здесь я вязала, кроме пайеток, в принципе, здесь все лаконичное. И никакого нету вот такого активного элемента, кроме пайеток, опять же. Чтобы здесь можно было к чему-то прицепиться. И, друзья, если мы говорим про готовые работы, то, если вы помните, я же еще и тут шить полюбила. И вот это на мне тоже готовая работа, которую я сама себе сшила. Такой лонгслив полосатый. Знаете, чем хорошо еще шить для себя? Ты можешь настолько вот заморочиться над какими-то деталями и совместить даже все-все-все полосочки по всем швам. То, чего не всегда мы можем получить в масс-маркете. Ну, это так, как говорится, для тех, кому интересно еще и шитье. Я у себя в канале показываю в Телеграме. Очень редко я никому особо не надоедаю тем, что вот я шью, вот сшила. То есть у меня гораздо больше шитых вещей. Это мне тоже очень интересно. Но шитье не возьмешь с собой под приятный сериал вечерком посидеть у телевизора. И в этом, конечно, огромный его минус. В этом плане, конечно, вязание дает фору, шитью. Я даже не знаю, насколько. Ну, то есть, потому что вязание, оно всегда с нами. Мы можем его взять в любое место фактически и повязать. Поэтому вот когда хочется что-то поделать руками, то вязание здесь нас очень сильно выручает. А шитье, это, конечно, выделение отдельно времени, места, сосредоточенность, концентрация. И когда ты делаешь какие-то операции, ты, естественно, не можешь вот так вот взять, встать, бросить все и убежать. В любом случае, нужна какая-то подготовка к процессу и потом уборка после процесса. В этом плане, конечно, для меня долгое время шитье и не было вот таким привлекательным действием. Но вот сейчас я его распробовала и мне все это понравилось. Но, друзья, без вязания невозможно. Как видите, вот получение изделия мы шьем очень быстро. Вяжем достаточно долго. И, тем не менее, когда ты свяжешь вещь, когда ты ее, может быть, в какой-то мере выстрадаешь. Или, наоборот, на одном дыхании свяжешь. Но, тем не менее, это все равно какие-то недели. Это в любом случае дни, дни, часы, много часов, много дней. Но потом ты получаешь это изделие и ты, конечно же, радуешься. А когда ты знаешь, как связать или иные моменты, используешь различные технические способы, то тогда вообще вязание становится очень легким, приятным занятием. И ты всегда уверен в своем результате. И, кстати говоря, в прошлом видео я показывала поворотные петли, которые мы используем при частичном вязании. Если вы не видели то видео, то я оставлю обязательно подсказочку. Переходите. Ну и в описании, конечно же, тоже будет ссылочка на то видео. И я хочу сказать, что мы вот здесь тоже вяжем разными поворотными петлями. И я в каждом своем мастер-классе, в курсе и вот в совместном вязании всегда показываю разные поворотные петли на том или ином моменте. То есть я наглядно доказываю вам, что я действительно не просто так сочиняю, говорю, что я очень много петель использую поворотных. Нет, я на самом деле их использую и показываю в каких случаях, какие именно я поворотные петли использую. То есть в совместном вязании будет возможность потренироваться, попробовать самостоятельно какие-то поворотные петли, если вас это интересует. Научиться обрабатывать какие-либо узлы, так вот называется в шитье узлы. Так вот и здесь в вязании какие-то моменты, которые нужно обработать. Так что все у нас с вами получится. Я уверена, что вы тоже останетесь довольны и все у вас получится хорошо. Друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что посмотрели. Буду рада, если вы решите присоединиться к совместному вязанию. Буду ждать вас в своем канале Телеграм. Всем там рада. И мы обязательно с вами встретимся в новых видео. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok